Они в Беларуси означают 100 годы дня народного письменника краины Ивана Мележа. Центром проводимых урочистости устала малая родима Мележа, агрогородок Глинища Хойницкого района. Веску наведали наши корреспонденты. Дом-музей Ивана Мележа находится практически в центре вески Глинища. Правда, народился, будучи народный письменник не в этом будинке. Родный дом Мележа сгорел под час Великой Альчинной. У той час Иван находится на фронте. Его знакомитые творы на кшталт трилогии «Палеские хроники», романы у Минскі на керонах и «Подых на вальнице» были написаны после закончения войны и прокладены на шматликие мовы, включающие русскую, украинскую, немецкую, английскую и финскую. Директор музея Любов Рубан пагаджается. Для сучасной молоди гэтые творы уже не такие актуальные, як для яе покаления. А лишь гэтую ситуацию можно выправить. Например, про створение виртуальной гульни по мотивах людей на болоте. Яна не только ознайомить молодь с творчастью народного письменника, аллее дозволить больше доведаться про культуру и традиции белорусских палешуков. Как бы придумали такое на выживание на болоте? Оно в той час. Теперь, конечно, дороги есть. А ранее, как моя мать вспоминает, только по кладках выходили. Этих руками рыбу лавали, або робили из лозы такие ковши. Имя Ивана Мележа в Гленищанской средней школе присвоили Амаль 50-х годов тому. И с того часу тут что года значают дни народжения знакамитых аземляка. Тут навод першоклассник ведая любимые песни и танцы народного письменника. Гленищанцы перакананы, дякуючи ему в свете с гонором гучить голос белоруса. До юбилея в школе подрыхтовали некольки мероприемства, включающие мележевские читания. По сути, это концерт с выкананием народных танцев и декламованием вершев об народном письменнику. До знакомых спешаются хаты, в Мележовске сбираются двор. Все идут шарадою без конца. Дядьки, тетки, старые, детства, с Гленищ, с Хойников, Кураневцы. Ой, встречай нас, Павлов Иван. Стелят стол до матканым обрусом. Ранок Людовский урастал свеплей. И не быть тут никому ускрусе. Иван Мележ примая гостей. Иван Мележ помер у 1976-м годе. Але об яго гостинности, об якой расповядается у верши, мясовые же хары узгадываються зараз. При усіх тых высоких посадах, что займал народный письменник, Йон николе не забывался об своих земляках. Иван Мележ был суправды народным и не тольки по званне, але и по житти. Усё, что Йон робил, всё обчимен марил. Гэта Йон хотел, чтобы добро жили в Гленищах, добро жили поляшуки. И безумовно, гэта нельга забыть, и люди гэта памятают. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Яуген Макеенко. Телерады и компания Гомель, Хойницкий район.